Девчонки, всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня будет вторая часть о видео покупки с Алиэкспресс. В сегодняшней части я хочу вам показать сумки, кошельки, различные украшения. В общем-то, если вам интересна эта тема, то приглашаю вас к просмотру. Начну, наверное, вот с таких вот первых двух чехольчиков для телефона. Они силиконовые, и на них, знаете, как такая какая-то фотопечать выполнена. Несмотря на то, что им уже так достаточно много времени, потому что, девчонки, этот заказ я делала через подружку вообще давно, месяца, может быть, 4 назад. Они сколько там и где-то лежали на столах, терлись, ничего с ними не случилось. Эти вот картинки держатся хорошо, никуда они не стерлись, никуда они не поплыли. И, в общем-то, стоили они очень бюджетно, в районе там 50-60 рублей. Я очень довольна. И сейчас на моем телефоне, кстати, есть еще один чехол, он вот такой прозрачный, и он не силиконовый, он уже пластиковый. Вообще замечательный, и за такие деньги я считаю, что это очень-очень хорошая находка, и таких вот там чехлов миллионы, и вы сможете уж точно найти на свой вкус и лад. Следующее это будет вот такое вот украшение, такая очень элегантная, красивая заколочка. И цена ее вообще смешная, она стоила, по-моему, 30 рублей. В общем-то, мне очень нравится вот с этой заколкой выполнять, знаете, какую прическу? Не закалывать волосы назад, а именно вот где-то отсюда сбоку закалывать вот здесь. И очень красиво смотрится. Я уже получала много комплиментов от своих подруг, от ребят, когда они говорили, что вот это вот такая вот вроде простая заколочка с такими вроде бусинками, камушками. Но на волосах смотрится очень красиво, особенно под какой-то такой акцент, может быть, там голубой-синий, если будет на вас из одежды, будет вообще красиво смотреться. Там различных, очень много вариантов таких заколок, я имею в виду про цвета. Я заказала вот такой вот синий-голубой, мне действительно очень понравилось. Несмотря на то, что она очень тонкая, у нее очень хорошая плотная застежка, и держится она вообще на отлично. Так что, девчонки, прям супер вещь. Следующее это тоже будет украшение, сейчас вы видите у меня его на ручке. Это очень красивое колечко, за свои деньги оно вообще вот, оно выглядит как серебро, настоящее красивое серебро с большим камушком. И могу честно сразу сказать, я его увидела у подруги и очень-очень позавидовала. У нее было такое золотое, но поскольку я больше люблю серебро, и душа моя лежит как-то больше к серебру, несмотря на то, что у меня есть достаточно много золота, но как-то пока я еще не созрела для него, наверное, потому что просто я люблю больше серебро. И вот это вот колечко, девчонки, меня вообще покорило, оно очень красиво выполнено, очень красиво смотрится на руке. Я с размером немножко прогадала, оно мне очень велико, вот на этот палец, поэтому я его смело одеваю вот на этот большой палец. И, в общем-то, очень-очень красиво он смотрится, очень элегантно. И тоже многие меня спрашивали, где купила такое кольцо, подскажи, что за ювелирный магазин. А тут я такая хоп и... а не скажу! На самом деле это да, Алиэкспресс, и очень-очень красиво. И знаете, я с ним, наверное, мыла раза два уже руки, оно пока не почернело, так что я прям очень довольна, девчонки, могу вам всем посоветовать. И еще одно очень красивое колечко, оно тоже выполнено в серебряном цвете, и оно идет вот с такой вот маленькой жемчужинкой, ну, как бы она не совсем маленькая, но вот с такой жемчужинкой подвесной. Дело в том, что я заказывала его не просто так, у меня есть такая подвеска из санлайта жемчужины, у меня есть такие сережечки, и я прям вот очень хотела что-то подобное, что-то такое колечко, и вот нашла вот такое кольцо. Как вы видите, оно сделано бантиком вот здесь, а из бантика вот такая жемчужинка. Тоже миллион раз мыла с ним руки, забывала просто снимать, и несмотря на это, блин, оно не чернеет, и я прям очень довольна, девчонки. И стоило оно 130 рублей, сейчас я вот до сих пор это помню, так что прям вот супер такое милое украшение, которое может порадовать любую девушку. Поговорим немного о сережках, и я решила первый раз в жизни заказать себе вот такие вот пусеты, вот в таком вот тоже белом жемчужном цвете, и еще одни сейчас на мне. Они, знаете, такого, такого зеленого какого-то глубокого морского цвета, в принципе, я их сегодня одела под свои зеленые стрелки, очень захотелось чего-то такого прям сочного, яркого цвета, праздничного. Не поверите, стоили они 15 рублей, девчонки, ну блин, я в магазинах везде у нас вижу, где-то они по 400, по 300 рублей. Там 15 рублей, мне кажется, это вообще халява, я, конечно, хватанула две пары, надо было брать больше, но дорогая Мишель мне выслала тоже еще одни пусеты, поэтому у меня сейчас их три пары, наверное, больше уже не стоит. Я довольна, очень они мне нравятся, девчонки, прям вот пусеты заказывайте там, кто еще не заказал. Я была самая последняя, у кого их вообще не было, ну прям вот, да, стоящие штучки очень-очень понравились. Еще одни вот такие красивые сережечки, очень милые, на этот раз в золотом цвете я взяла, потому что думаю, дай-ка я под золото что-нибудь возьму, под свои кулончики золотые. И очень мило смотрится, девчонки, очень женственно, вот эти вот сердечки, они как бы на мочке уха на самом задерживаются, а вот эти вот свисают, маленькие бриллиантики. Очень красиво смотрятся и стоят 20 рублей. Я когда увидела тоже такую цену на сайте, я, конечно же, сказала, надо брать. Ни капельки не разочаровалась, очень красивые, очень милые, поэтому девчонки, прям увидите, тоже могу вам посоветовать. Да, кстати, как ни странно, несмотря на то, что понятно, что это очень дешевая бижутерия, выполнена она из какого-то там дешевого железа, у меня не болят уши, у меня нет никакой реакции, конечно, да, у девчонок с аллергичной кожей, с проблемной кожей, может быть, и будут возникать реакции, но, слава богу, девчонки, у меня такого нету, поэтому, может быть, мне как бы в этом плане даже и повезло. И последние девчонки вот такое украшение. Это двойная такая цепочка, здесь идет вот такой вот красивый ангелок с крылышками, на крылышках у него вот такие стразинки, и вторая цепочка идет вот с такой вот маленькой бусинкой, как бы с таким маленьким камушком. Кстати, кто не видел, я обязательно оставлю, вот сейчас видите ссылочку сверху, посмотрите, там на мне это украшение одето, я рассказывала о креме из линейки Голд, как раз-таки я там в нем, посмотрите, очень красиво смотрится, верхняя цепочка ложится вот сюда куда-то в ложбиночку, а нижняя спускается чуть ниже, ближе к декольте. Очень красивое украшение, тоже стоило, по-моему, 60 рублей, девчонки, вообще отличное, тоже можно в золотом цвете заказать, в серебряном, я прям не пожалела. Ну и теперь, девчонки, наверное, пройдемся немножко, как это правильно сказать, по аксессуарам, по текстилю, я не знаю, как это правильно объяснить. Заказала я вот такую вот сумку, в таком черном цвете, с коричневыми ручками и вот с таким вот коричневым держателем. В общем-то сумка стоила очень недорого, в районе, наверное, 500 рублей, если я не ошибаюсь. Внутри нее она вообще свободная и есть сбоку только один маленький кармашек. Сейчас я туда напихала игрушек, просто показать вам, как она будет выглядеть объемная. В общем-то сумка достаточно неплохая, в нее помещается очень много всего. И да, эту сумку я ждала тоже очень-очень долго. Дело в том, что это тоже был заказ сделан еще очень давно, через мою подругу, когда я еще не была зарегистрирована на Алиэкспрессе. И, в общем-то, сумку я ждала в течение, наверное, двух месяцев тоже, а может быть даже и больше. Но я все-таки ее получила. И потом для меня тоже был очень приятнейший сюрприз, когда, наверное, через неделю-две я получила еще одну такую же прям сумку. И я такая думаю, господи, наверное, меня слишком любят продавцы, потому что я очень долго жду и я такая терпеливая. В общем-то, девчонки, одну сумку я, конечно, оставила себе, которую я ношу в данный момент. И одну сумку я высылаю одной замечательной девочке, вы потом сами увидите, кому. За свои деньги она себя оправдывает. Мне она понравилась. Единственное, что она очень-очень тоненькая, так что классная тоже сумка. Такая для меня весенне-летняя, очень тоненькая. И своих денег, в принципе, она стоит. И последний продукт, последняя вещь на сегодня, которую я вам хочу показать. Это тоже была вещь, заказанная именно на весну, потому что есть у меня одна такая сумочка очень нежного цвета. Вот такой вот очень нежный какой-то розово-телесно-бежевый кошелечек, который вот, ну, просто прям вот запал мне в душу. Опять же, повторюсь, я очень люблю какие-то различные розовые вещи, все, что связано с розовым цветом, поэтому прям очень меня порадовал этот кошелек. Если мы его открываем, то внутри мы видим очень большое количество подвизитки здесь, подвизитки здесь. Также здесь есть вот такой вот отсек, куда вы можете положить какие-то документы или деньги. И также здесь есть раз, и здесь есть два. И, например, место для фото, кого вы любите или просто себя любимую поставить. Также здесь все выполняется на очень хорошей застежке. Застегивается до щелчка, и это мне тоже очень понравилось. Дальше, если мы открываем уже вот эту часть, то здесь мы видим, у меня тут вот такая штучка лежит, потому что я им еще не пользуюсь. Вот это вот отделение идет для мелочи. Также здесь для купюр, здесь для купюр. И, в принципе, да, и, в принципе, все. Такой достаточно весомый, достаточно такой плотненький кошелечек. Я думаю, что в него много всего поместится, особенно для визиток. Классно, что много места есть, потому что у меня визиток очень много. И, в основном, ношу с собой в кошельке самые необходимые. Сюда можно положить их чуть побольше. Так что я очень довольна. Стоил он, по-моему, 340 рублей. И тоже считаю, что это очень выгодно для такого кошелька. И, девчонки, цветов там на эти кошельки, ну, просто вообще неимоверное количество разных красивых. Я металась между таким рыжо-бирюзовым, очень красивым, и вот этим. Все-таки выбрала вот этот такой розово-телесный. Тоже ни капельки не пожалела. Так что, девчонки, прям, если увидите, заказывайте смело. Прям мой вам совет. Ну и на этом все. Спасибо вам огромное, что посмотрели эту вторую часть. Обязательно, кто не видел первую часть, проходите по ссылочке сверху и смотрите первое видео. Я рассказывала там о косметике. Надеюсь, вам была интересна эта тема. Обязательно пишите свои комментарии. И да, конечно же, у меня еще будут видео такой темы, потому что заказывала я еще немало. И обязательно с вами поделюсь в следующих видео и в следующих выпусках. Ну, а я желаю вам весеннего настроения, прекрасной весенней погоды, любви, удачи. Всего только самого хорошего. И также вас всех обнимаю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok